Bonjour mes chers amis! Привет, дорогие друзья! Рад видеть вас на канале Реальный Французский, где в этом году мы изучаем французский язык с помощью любимых мультфильмов. Сегодня я для вас приготовил нечто особенное. Ваш новый урок посвящен французскому по мультфильму Котра Вина. Фильм получил премию César за лучший анимационный фильм. Неважно, знакомы вы с этим мультфильмом или нет, самое главное – это научиться новым французским словам и фразам, которые помогут вам лучше понимать язык и общаться на нем. Не упустить возможность оконуться в удивительный мир французского языка и насладиться просмотром любимого мультфильма. Дело происходило в Магрибе в начале 20 века с его мягкой экзотикой. Здесь мирно сосуществовали мусульмане, евреи, христиане. Здесь живет Раввин со своей дочерью Злобеей, шумным попугаем и котом, от лица которого и ведется повествование. И вот однажды кот Раввина съедает попугая и начинает говорить. Причем первые же его слова оказываются ложью. Кот просит провести ему бармитсву. Раввин консультируется с другим Раввином, и они решают, что кот не может быть евреем. Но сам кот, как всегда, знает лучше. А тут пришла посылка с книгами из России, в которой оказался еврей-беженец, спасающийся от погромов. В эпизоде, который мы рассмотрим, кот настаивает на том, чтобы ему провели бармитсву. Поехали! Давайте вначале проговорим эту фразу. Вместе с котом мы будем глотать ее в тех местах, в которых, соответственно, французский актер, озвучивающий кота, глотает эту фразу. Соответственно, Раввин больше не хочет оставлять меня один на один со своей дочерью. Раввин больше не хочет. Оставлять меня одного со своей дочерью. Получается, он не говорит «не ве плю». Он говорит «не ве плю, не ве плю, не ве плю». То есть все «э» полетели сразу в разговорные речи нашего бойкого кота. «Э» здесь не говорим, «мэ» здесь не говорим. Вот, по сути, получается «не ве плю». Влюбленный в дочь хозяина своего, он хочет, чтобы ему провели бармитсву, он стал настоящим евреем и оказаться поближе к его дочери. «Ле рабин» возражает. Давайте рассмотрим грамматически. «Не ве плю». «Иль не ве плю». Он больше не хочет. «Он больше не хочет». Как строится французское отрицание? Обычно мы говорим «он не хочет» с помощью «не и па». То есть мы окружаем глагол частицами «не» и «па». «Он не хочет». «Иль не ве па». «Он не может». «Иль не па па». Вместо «па» во французском языке можно поставить другое отрицательное явление. Отрицательный конструкт «плю». Можно сказать «он больше не хочет» или «не ве плю». «Он больше не может» или «не пе плю». В таком случае «па» уже не нужно. «Ме laissez seul» – «меня оставить одного». «Меня оставить» по-французски местоимение всегда находится фиксировано перед глаголом, к которому оно относится. По-русски мы можем сказать «он меня не хочет больше оставлять одного». «Он не хочет меня больше оставлять одного». «Он не хочет оставлять больше одного меня». Где угодно практически. Во французском всегда перед глаголом, к которому местоимение по смыслу относится. «Меня оставлять». «Иль не пе плю». «Иль не ве плю». «Ме лэссе». «Меня оставлять». Он не хочет мне лишение с Gaston. ?" Я прит... ... 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 Давайте сначала прочитаем все корректно. Если прилагатель находится перед существительным во множественном числе, то обязательная связка со звуком «з». Мало того, что в слове «дурные» и «плохие» будет «с» в корне звучать как «з», потому что она между двумя гласными находится, но еще и связка со звуком «з» будет приходить следующим словом, которое начинается с гласной. Обратите внимание, две «з». Это будет сейчас звенеть. Давайте прозвеним вместе. Разберем грамматически. Что я вложу. Обратите внимание, здесь используется субжонктив. После глагола страха, после глаголов и предлогов страха, используются субжонктив. Когда мы говорим про страх, все, сразу включается субъективное измерение, и французы используют особое наклонение, которое называется субжонктив. В нашем случае глагол «метр» и «лапер» к «страх» вызывает необходимость подключения глаголов в субжонктив. Что я и вложу. «Же, луи, же, луи, метр». Глагол «метр» здесь ставится в субжонктив. Как образуется субжонктив? Мы берем глагол в третьем лице множественного числа настоящего времени. Они вкладывают «ил метр», «ил метр», «ил метр», «ил метр». Убираем «энт» и добавляем окончание по лицам. «Э», «эс», «э», «и, о, н, с», «и, з», «энт», «и, з», «энт». Так образуется субжонктив. В данном случае, что я вложу «кэ, ж, метр», «кэ, ж, метр». Во французском языке в спряжениях глаголов в субжонктив всегда употребляется вот это «кэ». Что я вложу будет «кэ, ж, метр», что ты вложишь будет «кэ, тю, метр», что он вложит будет «кэ, л, метр», «кэ, л», «кэ, ву, мэтье», «кэ, ву, мэтье», «кэ, ву, мэтье», «кэ, л, метр», «совпадает с настоящим временем». Так вот, получается, что после глаголов «страха» употребляет субжонктив, а также после всех ситуаций так называемого проявления моего субъективного «я». Например, глаголов «желание», «я хочу, чтобы», «ж, в», «кэ», «ж, в», «я хочу, чтобы вы сделали это задание», «ж, в», «кэ, ву», и дальше получается, что все, что будет у меня после вот этого «кэ» в придачном предложении, будет относиться к моим неким внутренним переживаниям реальности, так как «я хочу», мало ли чего «хочу». Кстати, в русском языке, обратите внимание, мы в таком случае вообще прибегаем к прошедшему времени. Мы говорим о будущем словами прошедшего. То есть мы говорим «я хочу, чтобы вы сделали». В каком времени я говорю сейчас глагол «сделали»? Правильно, в прошедшем. Но говорю-то я о будущем. Например, «я хочу, чтобы вы сделали это задание к следующему уроку». «Сделали» вроде к следующему уроку, то есть я говорю о будущем, но при этом я использую слово «сделали», которое отвечает нашему русскому прошедшему времени. Соответственно, предполагает, что это называется условное наклонение у нас во французском «особое». То есть после глагола «желание» включается некое субъективное измерение, которое искривляет пространство, и вот в русском языке делают такие удивительные трюки, когда о будущем говорю в прошедшем времени. Во французском существует специальное наклонение такое. Для таких случаев называется «сослагательное» или «субъективное» Обычно я хочу, я жду, я прошу, чтобы, я говорю, чтобы вы сделали то или иное. В таком случае так, равно как и после глаголов страха, используется вот это самое субъективное наклонение. Обратите внимание, что здесь стоит существительное и прилагательное. Классическая пара, как не сказать об артиклях. Естественно, речь идет о том, что когда существительное с прилагательным находится рядышком, используется неопределенный артикль. Так, он меня держит самим собой, он держит меня с ним и я слушаю. О, открытое здесь, не путайте словом «алер» вовремя. Вместе читается «il me garde avec lui». То есть без паузы читаем. Ну и, конечно, скучный глагол наскучивает неплохо еще и с фронетической точки зрения. Обратите внимание, как он читается. Первый слог у нас «en» – это «a» носовая. И потом уже звук «n». Так это произносится. Обычно двойная «n» – это исключение носовых, но не в приставках некоторых глаголов, как, например, «je m'en nuit» читается с помощью «a» носового. Будьте к этому внимательны. Кто только и как только не ошибается в этом глаголе. Насторожие держите. «Je m'en nuit». «Il me garde avec lui», «je m'en nuit». Опять местоимение перед глаголом. «Он меня держит с собой». «Il me garde avec lui». Перед глаголом, к которому по смыслу относятся местоимение. То есть не «garde moi», «il me garde» по-французски. «Garder» – классный глагол, кстати. «Garder» по-французски имеет множество различных значений. Например, «сидеть дома». «Garder la maison». Кстати, может переводиться как «охранять дома». «Garder» имеет множество значений. Ну, смотрите, например, «je garde ma chambre». «Je garde ma chambre». «Я не выхожу из комнаты». То есть «я не выхожу из комнаты». «Je garde ma chambre». Ну или «я храню книгу». «Je garde le livre». «Я храню книгу, которую ты мне дал». «Que tu m'as donné». «Я храню книгу, которую ты мне дал». Или «я храню воспоминания». «Je garde un bon souvenir». «Врач рекомендовал не вылазить из кровати». «Le médecin a recommandé de garder le lit». «Врач рекомендовал не вылазить из кровати». «Le médecin a recommandé de garder le lit». «Я стражусь les jours с детьми». «Je garde les enfants». «Я стражусь les jours с детьми». «Je garde les enfants». Буквально «он держит меня с собой». «Il me garde avec lui». И выпускает «je m'ennuie». Местоименный глагол «s'ennuie». Ну давайте его тоже проспрягаем. Когда я ищусь о сложном фонетическом глаголе, всегда предлагаю вам настоятельно спрягать его во всех лицах. Для фонетики, для грамматики одновременно. «Je m'ennuie». «Я скучаю». «Ан совая». «Je m'ennuie». «Je m'ennuie». «Tu t'ennuie». Понятно, да, как он спрягается? «Il s'ennuie» – это глагол первой группы. Местоименный глагол нужно уметь спрягать. «Il s'ennuie». «Nous nous ennuyons». Мы скучаем. «Vous vous ennuyez». Они скучают. «Ил с'ennuie». «Давай, ты почтаем». «Je m'ennuie». «Tu т'ennuie». «Ил с'ennuie». «Но nous ennuyons». «Vous vous ennuyez». «Ил с'ennuie». «Омне дырцабуе». «Ил ме гаде авек луи». «Je м'ennuie». «Алор, «Ил ме гаде авек луи». «Je м'ennuie». «К'эске тулі мэтр». 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 Давайте прочитаем И, на улыбке здесь звук И, С, эта челюсть вниз идет Интересно Э, носовая, и акцент и гу Интересно 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 И это интересно Са эксплик, кому эйтр, а бон жуиф Это объясняет, как быть хорошим иудеем А жуиф, иудей, и еврей переводится Са эксплик, это объясняет, как быть Эйтр, а бон жуиф, хорошим иудеем Са эксплик Давайте прочитаем внимательно Са эксплик Са эксплик К, мягко, не эксплик А эксплик К, к Са эксплик Комон А, носовая, здесь не ка-ман Многие буквально говорят ка-ман Друзья, ка-ман, это не ка-ман, это ка-ман Никакой нет а, здесь о Ко-ман, а во втором случае, во втором слоге Это а, как раз носовая Ко-ман, ка-ман Са эксплик Ко-ман Этро Этро Эн, савая А, а Будь внимательный артикль, это Эн, савая А, бон, жуиф А, бон, жуиф По-французски прилагательное плюс существительное, то, о чем мы чуть раньше говорили, всегда произносится с неопленным артиклем Когда мы говорим про прилагательное и существительное, мы используем неопленный артикль Как будет хороший фильм? Эн, бон, фильм Хорошая книга Эн, бон, ливр Хорошее вино Эн, бон, вин Ну, не важно, хороший, нехороший, любое другое прилагательное, например, интересный фильм Любопытная статья Любопытная статья Прилагательное плюс существительное Это неопленный артикль И я специально обращаю на это внимание, потому что обычная ошибка Очень популярная ошибка как раз стоит в том, чтобы употреблять определенный артикль в ситуациях, когда есть прилагательное Да, странно, конечно, потому что у нас есть определение А определение, как бы, по сути, по логике русского языка влечет собой определенность Так вот, в французском языке, как раз наоборот Получается, что определение или прилагательное нанесло с собой неопределенность Так как мы рассматриваем один аспект этой статьи Мы рассматриваем одну из сторон этой статьи, одну из характеристик этой статьи То есть не полнота вещи рассматривается, а ее характеристика, одна сторона этой вещи Поэтому хороший иудей будет, соответственно, un bon juif А теперь все повторим Например, мы там читаем как улогать это очень плохо Слушайте, такое заветное слово, как только тоже его не склоняют Часто неправильно произнося Например, по-французски будет Обратите внимание, как это читается Правило такое, если буква X оказывается в первом слоге слов, окруженной гласными Она читается как GZ Да, окруженная гласными у нас в первом слоге есть Поэтому читается как GZ Par exemple EM читается как A носовое Par exemple Надеюсь, запомните On, связочка здесь будет со звуком N То есть мы сначала делаем хороший нос Мы произносим это носом, мы говорим ON Потом делаем связку со звуком N И говорим NI И потом LI ON, NI, LI ON, NI, LI Мы там читаем ON, NI, LI COM Опять же, не CAM, а COM О, открытое здесь КОМ Она на A похожа, но на A не является вовсе Поэтому не CAM, а COM MONTIR А носовая, угадь А носовая Не MONTIR, а MONTIR С помощью носа делаем этот звук MONTIR C'est très mal Elle отрывистая На конце обязательно Elle отрывистая На конце обязательно Mal On, NI, LI COM MONTIR C'est très mal Par exemple On, NI, LI MONTIR C'est très mal Обратите внимание на наше с вами Преглагольное местомение И Оно есть наречную функцию Выполняет И буквально означает Там То есть или здесь мы читаем В Талмуде имеется в виду Вместо того, чтобы сказать Dans le Talmud В Талмуде Он говорит И Вместо существительного с предлогом ДАН Со всеми предлогами кроме ДА Мы ставим И Например Галстук находится на стуле La cravate est sur la chaise Обратите внимание По-французски стул будет La chaise La chaise La cravate est sur la chaise Галстук на стуле Вместо существительного с предлогом Sur Можно сказать La cravate est La cravate И И И Галстук там La cravate И И Галстук там Ученики в классе Les Élèves Les élèves Sont Dans la classe Dans la classe Ученики в классе Dans la classe Вместо того, чтобы все время говорить Dans la classe Можно сказать Они там Ils Зи Сон Они Есть Там Ils Зи Сон Так Вместо существительных с различными предлогами Dans Sur А Мы говорим И На такое вместо меня Там Читаем Он Ни Ли Как Лгать Это Очень Плохо С Трэ Мал Он Еще Умывается Походу Поэтому Сглатывает Свою Речь И Актер Хорошо Так Показывает Как Она Сглатывается Поэтому Ни Черт Можно Не Услышать Но Надо Прислушаться Давайте Прислушаемся Ну Мы говорим Меня По-французски По-русски Мы говорим Себя У нас Одно местоимение На все лица Француз Меня Тебя На все лица Будут разные местоимения Я Соответственно Должен Себя Чувствовать Заучаствовать Здесь Связанным С этим Как Это Мне Это Касается Как Он Здесь Глотает Замечательно Просто Давайте Почитаем Как Он То есть Мы Ставим С вами Произношение По мультфильмам Но Опять же В строгой Орфоэпической Норме С Звукорядом Говорящего В речи Француза Здесь Носитель Не ошибается Фонетически Но он Редуцирует Гласные Во французском Редукция Гласных Не происходит Никогда Кроме Э Французы Как раз На ней Отыгрываются По полной Программе Ну и мы С вами Отыграемся Ты кроешь Что я Сутир Консерне Переводится Как Заинтересованный То есть Заучаствованный Имеющий Отношение Затрагиваемый Например Меня это Не касается Французский Я не Суи Па Консерне Меня это Не касается Я не Суи Па Консерне Заинтересованная Страна Будет Уна Па Ти Консерне Как сказать По-французски Ты думаешь Что я должен Чувствовать себя Я должен Чувствовать себя Опять же Не я себе должен Не же Ме два А жду Ме sentir Я должен Меня чувствовать Связанным Что я Сутир Консерне Пуруква 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 Почему бы Нет Пуруква Па Будьте внимательны Это надо правильно Произносить То есть Здесь С одной стороны Не пурква С другой С другой С другой Не пуркуа То есть Не как в трех Мушкетерах Должно быть Пуруква 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 Там нет В Это В Пуруква Па Пуруква Па Не пюрква Пуруква Пуруква Па Почему бы Нет Пуруква Я просто кот Я просто кот Я есть Просто И он связочку делает, здесь Т связывается с артиклем И получается Такой манипулятор, конечно И я не знаю, говорит, еврей ли я, иудей ли я или нет Ну, понятно, что для того, чтобы сказать я не знаю Французский положено говорить Обратите внимание, для тех, кто правильно хочет говорить выражение я не знаю Надо говорить не Обычная ошибка Почему-то я не знаю, но все говорят Это кошмар Правильно говорить Будьте внимательны Как будто вот так вот Как будто молодой не знает Так правильно произносить выражение я не знаю Вот так это делается Будьте внимательны, пожалуйста Никак иначе Французы в речи говорят Но это такие французы, которые более-менее прилично сходят за свою речью Не просто глотается в речи Потому что очень часто можно услышать расхожее Просто говорят То есть произносят Я не знаю как Не знаю Но мы будем с вами учить язык, который будет отличаться от выражения Не знаю Мы будем с вами учиться делать это Но при этом не так, чтобы это было похоже на какую-то экспрессивно-вычурную речь Правильно учимся орфоэпически говорить Речевым нормативным вариантом высказываться Вот так вот Или просто Что за си тут такое? Обратите внимание Это си не означает если Это си Это ли Это наше ли Иудей ли я Так обычно в косвенном вопросе передается глагол То есть если нам надо спросить Я смотрю видео Est-ce que je regarde la vidéo Кстати, обратите внимание Видео женского рода по-французски La vidéo Est-ce que je regarde la vidéo Ну, а это прямой вопрос Est-ce que je regarde la vidéo Это прямой вопрос Если он спрашивает Смотрю ли я видео То будет Il demande Si je regarde la vidéo Он спрашивает Смотрю ли я видео Прямой вопрос Общий вопрос Est-ce que je regarde Общий вопрос Это когда вопрос без каких-либо частных указательных Вопросительных слов Какой Где Сколько Общий вопрос Est-ce que je regarde la vidéo Он спрашивает Смотрю ли я По-французски в косвенном вопросе Передается с помощью Si Или demande Si je regarde la vidéo Я не знаю Смотрит ли он видео Je не знаю Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas S'il regarde La vidéo Je ne sais pas S'il regarde La vidéo Je ne sais pas S'il regarde La vidéo Et je sais pas Si je suis juif Ou pas Я не знаю Я не знаю Я или нет Ou pas В нормативном языке Правильно говорить Je suis Je suis juif Ou non Или же нет Ou Non Но В речи Можно сказать Ou pas Je ne sais pas Si je suis juif Ou pas Mais bien sûr Tu es juif Puisque tes maîtres sont juifs Mais bien sûr Bien sûr Tu es juif Puisque tes maîtres sont juifs Конечно же Ты иудей Потому что Твои хозяева Иудеи Mais bien sûr Давайте прочитаем сначала Mais bien sûr Обратите внимание На это пресловутое Bien sûr Enosava Здесь Nibian 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 А N носовая После yod Bien 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 Носом После N носовой И N Это N носовая После yod Bien sûr Произносится Очень остро Как будто бы Sir Только губы вперед Sur То есть не sur Друзья Но это просто какой-то sur Это какой-то sur Друзья Bien sûr Это какой-то sur Это U Не u И не you Это u Bien sûr Mais bien sûr Tu es juif Tu es Через вниз Tu es Juif Puisque Поскольку Puisque Puisque Опять же не Puisque А Puisque Ты И Ты Душа Растягиваем улыбку Те Мэтre Те Мэтre Сон Жуиф Конечно же Ты иудей Поскольку Твои хозяева Иудеи Puisque Поскольку Причинно-следственная связь Во французских предложениях Часто Водится Вот этим самым Потрясающим Словечком Puisque Который многие Игнорируют Друзья Давайте с ним Как-то сроднимся Puisque Очень полезное слово Puisque Очень полезное слово Поскольку Puisque Je lis beaucoup Поскольку я много читаю Я ношу очки Je porte Des lunettes Поскольку идет дождь Я возвращаюсь домой Puisque Puisque Il Puisqu'il Pleut Je Rentre Будьте внимательны Вводно-причинно-следственные конструкции Обычно Вводятся С помощью двух Наиболее популярных слов Comme И Puisque То есть Не Парск Парск Это Объяснение Причины Например Я возвращаюсь домой Потому что идет дождь Je rentre Parce Parce Qu'il Pleut У нас в данном случае Я объясняю причину А если я ввожу причину Так как идет дождь Я возвращаюсь домой То я буду говорить Puisque Puisque Il Pleut Je rentre Я возвращаюсь Поскольку Твои хозяева Иудеи Но Конечно Ты Жив Потому что Те Матери С Жив Я Не 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 Он произносит очень аккуратно Он говорит он носом Аккуратненько глотает И говорит он носом Потом он Только не надо говорить он ли Он ли это прекрасно, конечно Но надо сначала носом сказать он Потом н, а потом л Здесь используется реприза Замечательная французская риторическая реприза Которая используется в повседневном французском языке Дословно, смотрите Кошки их не обрезают Когда мы говорим про не обрезают Мы используем естественно неопленно личное явление в русском языке Как переводится на русский язык Вот это неопленно личное местоимение он Но вот обычно третьим лицом, ношным числом Без какого-либо местоимения Например Здесь не курят Здесь не курят А кто не курит-то? Мы не уточняем кто Потому что мы говорим он Это неопленно личное местоимение Мы не знаем кто Да и не уточняем Когда мы говорим по-русски Убираем они От глагола в третьем лице множественного числа Не курят То образуется вот эта вот так называемая безличная конструкция Во французском языке это он Например, во франции говорят по-французски Во франции говорят по-французски Опять же мы убрали Они поставили по-русски говорят И получилось во франции говорят по-французски Котов не обрезают Котов не обрезают Также, конечно, он можно переводить как Мы не обрезаем Можно переводить как Вообще люди не обрезают То есть это неопленно личное местоимение Его как обычно переводится в самом разном образом В зависимости от контекста Но смысл понятен Так вот это реприза Когда мы сначала употребляем само существительное Леща кошки А потом его местоимение Для того, чтобы подчеркнуть Что о нем идет речь О кошках То есть получается кошки Вместо кошек Используется местоимение Которое заменяет кошки Леща заменяется на ле То есть дословно Кошки их не обрезают Что за ле такое? Ле это местоимение Прямое дополнение И с ним хорошо освоится Например, я поливаю розы Я их поливаю Но у нас здесь с кошками Соответственно, я не обрезаю кошек Я их не обрезаю Как сказать, друзья Как бы я не обрезаю их Я не ле сиркунси Я не ле сиркунси па Я не ле сиркунси па Я не ле сиркунси па Ле заменяет кошки И поэтому кошки их не обрезают Это у нас такая реприза А как сказать розы? Я их поливаю Друзья, я их вижу Книги, я их читаю Понятно, да? Вот это реприза так называемая Сначала употребляем существительное А потом местоимение Перед глаголом мы ставим Кошки их не обрезают А теперь все повторим Я не ле сиркунси па Свою бармитву Давайте почитаем Здесь на улыбке делаем все Потому что а и В первом лице единственное число Глаголу avoir Читается как и Кстати говоря, отрицательная форма Пассей композей Должна быть более-менее вам известна Но на всякий случай напомню Что когда мы отрицаем Пассей композей Мы отрицаем глагол avoir То есть для того, чтобы что-то сказать В прошедшем времени Надо сказать И потом добавить То есть допустим Я не прочитал быт Je не палил быт Je не па Орозе В отрицательной форме В прошедшем времени Я отрицаю глагол АВОР И потом добавляю Партисип пасе Je не па фе ма бармитву Я не совершил свою бармитву Je не па фе ма бармитву Je не па фе ма бармитву Je не па фе ма бармитву На бармитву Это когда исполняется 13 лет Нет бармитва Это когда исполняется 13 лет Будьте внимать Но произносится с о носовым То есть не нон То есть это не звук ц А звук тс Похожий Но не один и тот же Бармитву Бармитву Сета трезан Трезан Смесь читается Сета трезан Все связки делаем вместе Сета трезан Револю Сета трезан Револю Сета трезан Револю Бармитву Нет Это бармитву Совершается когда 13 лет Исполняется Револю Означает прошедший Минувший Истекший Например В 18 Когда ему минет 18 А Лаж Лаж Д Диз ВитUB Револю Когда ему минет 18 Лаж Лаж Диз Витуб Револю Когда ему минет 18 Или Минуло 18 Когда ему Минуло 18 Четыре Револю Четыре Истек Ret puzzles Буквально Прошедших Года Минувший Года Полных Четыре Года Его ребёнку Полных Четыре Года Сот Лох А еты Револю По По прошествии целого года. По прошествии целого года. По прошествии целого года. Когда 13 исполняется? Нет, бармитсва это когда 13 исполняется. Бармитсва, это 13 исполняется. Но мне, как он говорит, мне, мне 7 лет, но я, мне, ударное Обратите внимание, что я по-французски будет в ударном положении То есть не ж, а муа. Кто знает ответ на этот вопрос? Как спросить по-французски? По-французски вместо ж, когда нет глагола рядом, всегда используется вот это самое ударное местоимение. Обратите внимание, по-французски иметь возраст какой-то, не являться как по-английски, а иметь. Я폰-от, по-французски, то, как мне,usters. О��은 кнопки lado на expectant. По-английски оно намет. Я чувствующее у mé jam. Мне 7 лет, мне 7 лет, 7 лет, и, как 7х749, И, как 7х749, у нас есть слова, 2х749, у нас есть слова, スト tide наarlARD, 7х749, 7x7, 49, и поскольку 7x7, 49 у нас, у кошек, и как 7x7, и как, по-французски, и поскольку, еще одно выражение, кстати, как, поскольку, мы говорили с вами сегодня о пуиске, так вот, как, то же самое, вводная конструкция причинно-следственной связи, поскольку 7x7, 49, но поскольку 7x8, 56, как 7x8, фе, égal, по-французски, по-разному, равно 56, как, поскольку 7x9, сколько 7x9, фе, 63, как 7x9, фе, 63, но он убирает здесь фе, или égal, просто говорит 7x7, 49, он торопится, он пытается навязать свою правоту и необходимость, делать ему бармитцу, и поэтому, значит, торопится, он избегает употребления глаголов, вообще, я просто говорю, как 7x7, 49, поскольку 7x7, будьте внимательны, 7, французски читается как Т, то есть, П не читается, 7x7, как 7x7, 49, 49, chez nous, les chats, 49, chez nous, les chats, у нас, у кошек, chez nous, les chats. И как 7x7, 49, chez nous, les chats, j'ai donc presque ton âge. j'ai donc presque ton âge. Я, значит, имею практически твой возраст, то есть, я практически твоего возраста. j'ai donc, j'ai, на улыбке, et donc, носом, ong, presque, практически, presque, ton âge. ton, носом, делаем «nage», со звуком «n», ton âge, j'ai donc presque ton âge. j'ai donc presque ton âge. Я имею практически твой возраст, то есть, я практически твоего возраста. j'ai donc presque ton âge. Замечательный предлог «presque», замечательный «presque» просто, практически, популярный предлог «presque». Мы практически закончили видео, «nous avons presque, presque fini», «nous avons presque fini», это практически конец, «c'est presque la fin», «практически», «presque», популярный предлог, обратите на него внимание. «J'ai donc presque tonnage», у меня практически твой возраст, «tonnage», связочка здесь должна быть не просто «tonnage», «tonnage» это водоизмещение, «tonnage» это водоизмещение, вот это «tonnage», это водоизмещение, это «tonnage», а по-французски твой возраст будет «tonnage», то есть сначала носом «tonn», и делаем такой нормальный мозолизационный поток носу «tonn», а потом связка со звуком «tonnage», «tonnage», «j'ai donc presque tonnage». «J'ai donc presque tonnage». «Si je suis un chat juif, je dois faire ma bar mitzvah». «Si je suis un chat juif, je dois faire ma bar mitzvah». «Si je suis un chat juif, je dois faire ma bar mitzvah». «Si je suis un chat juif, и если я иудейский кот, если я кот иудей, je dois faire ma bar mitzvah». «И если я кот иудей», опять же, обратите внимание, здесь «un chat juif», то, о чем говорили чуть ранее, «неопределённый артикль». Здесь «si», у нас уже «если», вот это «если», «если» и гипотетическое предложение, условное предложение. «Если я есть, si je suis un chat juif», иудейский кот, «je dois faire ma bar mitzvah». «Я должен совершить свою bar mitzvah». Обратите внимание, что ударение во французском языке ставится на глагол. То есть, по-русски бы мы сказали «я должен сделать свою bar mitzvah». По-французски «я должен сделать свою bar mitzvah». «Je dois faire ma bar mitzvah» – ударение ставится на глагол в французском языке. «Je dois faire ma bar mitzvah». Ударение во французском языке ставится на глагол. «Si je suis un chat juif, je dois faire ma bar mitzvah». «Faire ma bar mitzvah». «Si je suis un chat juif, je dois faire ma bar mitzvah». А теперь всё повторим. «Je n'ai pas fait ma bar mitzvah». «La bar mitzvah, c'est un 13 ans révolu. «Moi j'ai 7 ans, et comme cette fois 7,49 chez nous les chats, j'ai donc presque ton âge. Si je suis un chat juif, je dois faire ma bar mitzvah». Ну вот и всё, дорогие друзья. Наш урок подходит к концу. Рад был проработать с вами лексически, фронетически и грамматически. Новый урок по французским мультфильмам. До новых встреч. Salut. Au revoir. «Le rabin ne veut plus me laisser seul avec sa fille. Il a peur que je lui mette des mauvaises idées en tête. Alors, il me garde avec lui. Je m'ennuie. Qu'est-ce que tu lui mets? «Le Talmud. » «C'est intéressant. » «Ça explique comment être un bon juif. » «Par exemple, on y dit que mentir, c'est très mal. » «Tu crois que je dois me sentir concerné? » «Pourquoi pas? » «Ah, je suis juste un chat. Et je sais pas si je suis juif ou pas. » «Mais bien sûr tu es juif, puisque tes maîtres sont juifs. » «Mais je suis pas circoncis. » «Ah, les chats ont de laissière qu'on sait pas. » « Je n'ai pas fait ma bar mitzvah. » « La bar mitzvah, c'est à 13 ans révolu. » « Mais moi j'ai 7 ans. » « Et comme cette fois 7,49 chez nous les chats, j'ai donc presque ton âge. » « Si je suis un chat juif, je dois faire ma bar mitzvah. » « Sous-titrage ST' 501 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 »